Привет, друзья! Новый, гениальный, замечательный законопроект от наших народных избранников. Давайте будем разбираться, что это такое, потому что у меня в очередной раз нету слов. Когда я все это начинаю читать, досмотрите видеоролик до конца, и вы поймете почему. Но, друзья, прежде чем начать мое повествование, хочу заметить, что YouTube перестал присылать уведомления о моих новых видеороликах. Поэтому, дорогие друзья, я создал мой телеграм-канал, где я делюсь всеми моими видеороликами. Ссылочка на телеграм, как всегда, в описании. Переходите и подписывайтесь, друзья. Буду вам за это очень благодарен. Ну что, что там за такой законопроект? Проект законопроект про внесен измен до деяких законодавчих акций в Украину в счет безпечного перевезения тварин в транспортных засобах. 90-16, от 14-го на 2-го 2023-го. И подали его Юрченко Александр Миколаевич и Славицкая Антонина Каримовна. Кто такая Славицкая, я не знаю, а вот про Юрченко подивиться. Підозра о вживании наркотиков и незадеклароване авто, что відомо про ДТП с участью колишнього слуги народа Юрченко. ДТП? Чекает место пригоди, въехав бип. Справа про хабар нардепа Юрченко відправили до суду. Экс-слугу Юрченко задержали с оружием на блокпосту в Киеве. Видео. Какой-то он такой невезучий, все ему не везет. То там он где-то вляпался, то там. Ну, конечно, он, я думаю, ни в чем не виноват. Это просто на него злые люди наговаривают, конкуренты. Вот текст самого законопроекта, он достаточно небольшой, и он тут предлагает внести изменения. Рядом хочу заметить порушение правил перевезения детей и далее порушение правил перевезения тварин. Хоча дополнить это. Вы у меня умнички и знаете, что минимум доходов громадян это 17 гривен. То есть по первому разу это будет 510 гривен, по второму разу, если за год попадетесь, 850 гривен. И какая же вот я подумал себе необходимость в такое время, непростое действительно для нашей страны, принимать такой законопроект. Но там же есть пояснивальная записка. То есть вы поняли, чтобы животное не влияло на водителя, когда он управляет транспортным средством. Ну я честно хочу сказать, где-то согласен в том плане, что когда животное, некоторые я видел, везут прямо вот здесь себе и руль крутят как-то вот здесь, они в этом чуть ли не на них не лезут. Это действительно небезопасно, скажем честно, я думаю вы все согласитесь. Но в других случаях, когда там сзади животное перевозят, то это тоже весьма и весьма опасно. Кстати, пишется в пояснительной записке, что если будет авария какая-то, там даже рассчитано, что там скорость будет такая-то, животное весит столько-то, оно там полетит туда-то. То есть есть здесь действительно какая-то, по мнению господина депутата, какая-то действительно опасность для человека. И для животного в том числе, и в том числе там на какой-то конвенции стамбульской он рассказывает, что человек должен отвечать за животное. Я, кстати, здесь тоже полностью согласен. Я как юрист, конечно, сразу стал думать, что такое правило перевозки отварин. Что это за такие правила? Вообще есть они, нету, существуют они, не существуют. Ведь будут штрафовать-то не за то, что ты животное с собой везешь, а за нарушение конкретно правил перевозки животных. И я стал искать. Правило перевозки отварин залезничным транспортом. Думаю, то вроде не, не то. Есть такое про затверджение правил транспортования отварин. Постанова Кабинета Министра Украины. И тут есть пункт 36. Автомобильный транспорт, ведь нас всех интересует. Повинен быть обладнанным чем? Электронной системой для фиксирования информации про открытие или закрытие отсеку, в котором перевозится тварина. Система аварийного предупреждения водителя в разе достигления максимального или минимального уровня температуры у отсеках, в котором перевозится тварина. Система проветривания. Змонтованная у способ, что обеспечивается под час перевезения до держания в середині транспортного засоба температури у діапазоні от 5 до 30 градусов Цельсия. С похибкой 5 градусов. Строк функционирования зазначеної системи повинен становити не меньше как 4 години, незалежно від типу двигуна автомобиля транспортного засобу. Воно можливлювати втечу тварини і мати конструкцію, що забезпечує їх безпеку. Закрема дах для захисту від несприятливих погодних умов. Це конкретно по автомобільному транспорту. То есть, друзія, якщо у когось є личне транспортне средство, він буде перевозити з собою животне, будь то котійка, будь то собачка. Ну, я кажусь про просто їх домашніх животних, тому що об остальних там написано, але ми не будемо на цьому сосредоточуватися. Ми говоримо о тому, що може бути у кожного человека действительно произойти, а не чому-то там придумано. То, соответственно, то, що я перечислил, це должно бути в транспортному средству. То есть, якщо данний законопроект буде принят в такому вигляді, як він там є. То есть, якщо ти не соблюдаєш, соответственно, ці правила там нету, у тебе каких-то для провитривання, ще чого-то там, какое-то підтримання температуры. То есть, ну, конечно, то, чого в автомобилі в никакому априорі не може бути, то тут, конечно, становится очень понятно, что каждый потенциальний хозяин транспортного средства і одновременно хозяин животинки какой-то собачки, либо кошечки, то він і буде являться потенциальним нарушителем Кодекса України об обмін правонарушениях. Вот мне вот просто интересно, вот эти депутаты, вот они вот, когда вот это все подписывают, ну, не знаю, сами они это придумывают, или кто-то им помогает, и вот они вообще понимают, что они подают Верховную Раду какой-то вообще бред, вот именно бред. Я другого слова не могу тут придумать, чтобы это все описать, потому что как это берется, подается законопроект о нарушении правил. А в этих правилах написано то, что, ну, никто, в принципе, соблюдать не может. Может, это какая-то такая хитрая ловушка или что, но мне кажется, что все здесь гораздо проще. Просто это говорит о том, что наши народные депутаты, они немножко живут сейчас все-таки в какой-то другой параллельной реальности. У них там со светом все хорошо, со близкими все хорошо, у них нет никаких вот тех проблем, которые есть у нас. И вот именно сейчас надо решить этот замечательный вопрос по животным, чтобы были штрафы такие за то, что их, этих животных, как-то там неправильно перевозят. Я, конечно, животных тоже, как и все, я уверен, люблю и обожаю собачьих, кошельщих, они наши братья меньшие. Я думаю, вы тут со мной согласитесь, что они должны быть в безопасности, никто об этом спорить не будет. Но должно быть что-то, то, что приниматься, оно должно быть простое и понятное. Как Личко говорил, просто и понятно надо говорить людям, чтобы они понимали тебя. Так и здесь, законы должны быть простые и понятные. Если есть такое нововведение, то должны быть соответствующие нормальные человеческие понятные правила, которые мог бы соблюсти каждый человек и не попадать на какой-то штраф, не попадать на какие-то очередные разбирательства с сотрудниками полиции. Так и с этими, я помню, когда было с этими креслами для перевозки детей, ситуация один в один была такая же. Тоже что-то там они понаписывали, а как это делать, непонятно. Так и здесь, кстати, тоже. Хочу, конечно, подчеркнуть, что это пока только лишь законопроект, но будем следить, примут его или не примут. И в конце видеоролика небольшой, скажем так, юмористический отрывок. Я их люблю в конце вставлять, чтобы вы, друзья, не совсем грустили, не совсем вам было так уж прямо плохо и печально, из-за той ситуации, которая у нас происходит в нашей стране ужасной войны. Смерть американскому империализму. Маски сброшены. Байден, ты не знаешь, что летает над твоей страной? Так мы тебе со всей ответственностью заявляем. Это отряды Путина посылают вам эти белые шары. Белые шары сейчас летают, но в скором времени может полететь кое-что другое. Запомните это. ПАК-У-Э-С-А.